Новое видео выходит каждый день в 20.00 Последнее время я стал прям вот очень активно замечать, как прям многие люди от мала до велика жалуются на то, что вот их какой-либо блогер там и так далее кинул на рекламу там, на прерол, на отдельный ролик, на интеграцию и так далее. И вы понимаете, просто меня часто спрашивают, а вот в чем суть вот таких вот роликах, в которых ты вот кому-то помогал, просто у меня действительно достаточно много на основном канале роликов, в которых я вот рассказывал о том вот, то есть как человека кинули, как на это не попасться и так далее. И мне постоянно говорят, какой в этом смысл. Если бы ты мог, допустим, промолчать и допустим прорекламировать вот этого вот человека, получить за это деньги. И я не ставлю перед собой какие-то вот цели заработать. Для меня прежде всего YouTube это свободная площадка. Площадка со свободой слова, на которой я могу высказаться, высказать свое мнение. И при этом это кто-то посмотрит, к этому кто-то прислушается и так далее. Я всегда прям вот топил за равноправие, за социализм, за то, чтобы люди признавали свои ошибки, если они действительно в чем-то ошиблись. Ведь в этом нету ничего такого плохого. Все ошибаются. Абсолютно все и люди, блять, и кто угодно. Кто угодно ошибается. Главное просто признать свои ошибки. Но люди из-за огромного порицания общества чаще всего просто об этом как-то умалчивают и так далее. И таким образом они не исправляют то вот, из-за чего случилась вот эта вот самая ошибка. И давайте я вот прям вот ближе к делу сразу вот перейду. В последнее время вот многие прям вот активно жалуются. Из последних примеров это вот как Мараз кинул там проект от Evolver.p в GTA Online. Там что-то я не помню суммы. Суммы это сейчас не главное. И вы знаете, тогда вот люди разделились на несколько лагерей. Кто-то сказал, мол, блять, да Evolver они там не согласились банить вот того вот админа, из-за которого Мараз вот так вот бомбанул. Другие сказали, что Маразу в принципе не место на данном проекте. И то, что руководство Evolver Roliplay сделало все правильно. И тут, как мне кажется, то есть Ангел Касада еще высказался. То есть не как мне кажется, а просто Ангел Касада высказался на вот данную тему. И вот он сказал, что вот какими-то роликами и так далее, вот то, что его тоже очень часто просят, то, что его там кто-то кинул и так далее. Он сказал, что вот такими вот всякими подобными роликами абсолютно ничего не изменить. Ну да, там люди узнают, люди еще что-то сделают. Ну и что? Он говорит, я же один, всем же на это похуй. Типа, ну какой в этом смысл? Люди же вот как бы не могут зайти в Blacklist YouTuber, ввести вот название там Brulov Play и посмотреть, что он как минимум там 6 раз вот в разные временные промежутки кидал там проекты и блогеров там, по-моему, на преролы то ли еще на что-то. Я точно не помню, но он точно вот я знаю, что он кидал. И он никак не оправдывается, ничего не делает. Он говорит, ну да, ну да, имею право не возвращать деньги там, тофиг, дипсайс и так далее. Но все равно им несут деньги, потому что... А я не знаю, почему им несут... Ну мне действительно непонятно. Почему вот просто вот им несут деньги, хотя знают, что... Ну действительно, люди обманывают уже не в первый раз там Тофиг, дипсайс обманывал, Брулев обманывал. Да и в целом, то есть, ну мне непонятно. Вот почему вот несут люди деньги. И, как мне кажется, вот одна из причин, это то, что слабая освещенность. Ну вот, кто вот действительно из каких-то вот таких больших рекламодателей, у которых есть деньги, они узнают там о каком-то паблике ВКонтакте, у которого 1500 подписчиков, если что, вступите, там, блэк-лист блогеров, по-моему, он называется. Ну вот как они... Ну вот это им надо вот что-то шарить, вот так вот смотреть и так далее. А мне кажется, ролики, то есть читать там еще надо... А вот ролики, там тебе все рассказывают наглядно, по полочкам, с монтажом, без монтажа, неважно. И вследствие этого, какой-то вот человек может не попасться. Да, возможно, вот то, что ты расскажешь, что кинули какого-то человека, там, когда он покупал верты и так далее, то, что он сам виноват, нужно было донать в официальном донат-шопе, но так или иначе, ты расскажешь. Да, там, возможно, человек этот не вернет деньги, то есть, которые кинул. Но об этом узнают другие люди, у человека уже не будут, вот, брать верты, и уже меньше людей попадется так или иначе. Я считаю, что такие вещи, их сразу нужно освещать, даже какие-то малейшие. И если у меня мало ли, появляется свободное время, а у меня его достаточно мало, то есть, я прихожу, нужно сделать ролики, там, нужно постримить, нужно сделать еще что-то, там. Ой, в общем, я делаю, как бы, все это один, надо, нет никаких монтажеров, никого нет. У меня, то есть, основной канал, этот канал, на котором ролики выходят каждый день в 20.00. И, то есть, нужно как-то успевать вот это вот все делать. И у меня вот, если появляется какое-то свободное время, мне пишет какой-то человек без проблем. Я сделаю ролик, расскажу, как бы, почему нет. Есть все пруфы, есть все. Мне не жалко, я вот всегда, то есть, я топлю за справедливость. Мне вот не нравится это. И вот когда говорят то, что ничего нельзя изменить, ну, типа, ну как ничего нельзя изменить, если большое количество людей начнет освещать эту проблему в сам сегменте, то тогда все начнется. Вот даже что было с Луняшей? Большинство людей вот это все осветило, и что с ним произошло, вы, наверное, сами знаете. И здесь вот это вот все благодаря тому, что люди освещали, и они вот не стояли, как бы, на месте, вот делились вот этой вот всей информацией и так далее. А вот тут, ну, мне просто непонятно, то есть, как работает логика. Если же, я просто не знаю, типа, ты делаешь ролик, и об этом узнает твоя аудитория, твоя аудитория делится другими, там, людьми. И так вот по сарафанному радио люди узнают о всяких наебщиках и так далее. И вот таких людей, как, допустим, Брулев, Плей или Тофик, Дипсайз, уже там некоторые люди не покупают рекламу, так или иначе. И то есть, одно дело, когда там по ТЗ договорились одно, сделали другое. Ладно, человек сделал на свое усмотрение, но рекламу он сделал. Другое дело, когда вот прям кинул. Тут прям явный факт кидало в этом. И Владислав Павлов открыто признавался, то есть, то, что действительно там сам клуб, вот этот вот паблик с мемами в GTA сам бы заказал рекламу, а он сказал, типа, а, ну вы меня засираете. А значит, рекламу я вам делать не обязан. Прямо публично, прилюдно вот об этом сказал. И никто тогда, вот кроме меня, я вот не помню, чтобы кроме меня вот кто-то вот высказался по этому поводу. То есть, все вот, кто делал даже обзор там на ролик Владислава Павла, там Данил Геррера, там еще какие-то люди, то есть, они никто по этому поводу не высказали. Просто либо пропустили мимо ушей, если смотрели на стриме, как, допустим, Ангел Касада, либо же вот как Данил Геррера просто в монтаже это никак не упомянул. А я такие моменты всегда ставлю, понимаете, на видное место. Просто я живу по такому принципу, что сегодня вот кого-то, кого-то тебе абсолютно незнакомого, какого-то чуждого человека, а вот завтра тебя. Ну вот что? Вот сегодня обманули вот какого-то человека, возможно, очень доверчивого и так далее, а завтра вот обманут тебя, и что ты тогда будешь делать? Тебе никто не поможет. Я не говорю, что мне кто-то должен помогать за то, что я там освещал многие проблемы и так далее. Нет. Просто вот, ну вот, даже вот какой-то пост в ВК, я думаю, это уже будет хорошо. Просто вот узнали, что кто-то обманывает, сделали пост в ВК и всё, или списались лично с человеком, который обманул. Это уже хоть что-то. В общем, ладно, чуваки, делитесь своим мнением в комментариях, кто там социалист, кто капиталист и так далее. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok